Алексей Навальный здесь, в Берлине, в клинике Шарите, постепенно приходит в себя, чему мы очень рады и пожелаем ему здоровья. Но политические последствия этого чудовищного отравления, конечно, еще впереди. В связи с этим вспоминаю одну историю. Жил-был в Лондоне судья, судья ООН. И однажды он рассматривал дело. По итогам рассмотрения создал очень интересный правовой документ. Это был репорт по делу об отравлении в Лондоне Александра Литвиненко. Что поразительно, в основу этого документа легло поведение России постфактум, после отравления Литвиненко. Россия вела себя так, как ведет себя предполагаемый убийца, который вдруг начинает говорить, да ну что вы, он сам первый начал. И вообще все было не так. Это поразительный правовой документ, о котором мы поговорим с Мариной Литвиненко, вдовой Александр Литвиненко. Марина, какие последствия имел репорт судьи Оуэна? Ну, смотря для кого. Для нас это, конечно, был очень важный документ. И когда мы его получили в руки и стали смотреть, какие же выводы сделал судья сэр Роберт Оуэн, мы как эти школьники заглянули в последнюю страницу, когда хочется узнать ответ на пример, который ты не знаешь, как его решать. И то, что мы увидели, было написано, что это совершенно точно преступление совершили Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. И совершая это преступление, они знали, что они убивают Александра Литвиненко. То, что это доказано всеми собранными непосредственно всей информацией. И самое важное, что это проходило со сведения президента Владимира Путина и тогда директора ФСБ Николая Патрушева. Наверное, еще ни один документ не имел такой вообще строгий вердикт. И для нас, конечно, это было важно. Насколько это стало важным документом для английского правительства, я не могу сказать, что очень сильно это повлияло и какие-либо серьезные мероприятия были проведены. Подтверждением этому является 2018 год и попытка отравления Юлии Сергея Скрипалей в Солсбери. И тогда как раз я задала вопрос, почему то, что мы старались сделать и довели дело до публичных слушаний, и был оглашен этот вердикт, этот репорт сэра Роберта Оуна, это не остановило людей совершать опять такое же подобное преступление опять на территории Англии. Как ты думаешь, почему это не остановило? Может, они просто не читали? Ну, если сейчас говорить о той ситуации, которая в Англии, Англия находится в очень непростой ситуации, потому что она практически несколько месяцев до выхода из Европейского Союза, и как и с кем она будет строить свою политику. И, естественно, Россия находится в ближайшем окружении, каждый раз напоминает Англии, что вам с кем-то придется дружить. И вот этот вот вопрос business as usual, это, конечно, серьезная причина, что ни Англия, ни Европа, ни Америка не делают никаких жестких движений в отношении России. И влияние российское в Англии очень сильное. И влияние российское здесь в Германии тоже очень сильное. Почему? Почему все-таки европейские политики, британские политики, да и американские политики сейчас накануне выборов в США все-таки опасаются давать даже не то, чтобы жесткую оценку, а делать выводы из происходящего, в том числе на международной арене, где замешана Россия, поскольку Навальный был отравлен в России, но Скрипаль, Литвиненко и еще очень-очень много людей были отравлены вне России и могли пострадать люди. Кстати говоря, они пострадали. Оля, так получилось, что за последние несколько месяцев я тоже была озадачена этим вопросом даже до момента, конечно, то, что произошло с Алексеем Навальным, потому что это случилось буквально недавно, но я как раз думала, почему в Англии подготовленный такой репорт комиссии в парламенте, который назывался «Русский репорт», не был опубликован в тот момент, когда его подготовили. А подготовили его в ноябре прошлого года. И тогда еще Борис Джонсон, уже премьер-министр, но готовящийся к выборам в Англии в декабре, запретил опубликовывать этот репорт. «Русский репорт». И вокруг этого создалась очень серьезная коллизия, потому что журналисты каждый раз задавали вопрос, почему вы не хотите опубликовывать этот репорт. Глава Комитета по безопасности и коррупции при британском парламенте настаивал на опубликовании этого репорта, а Борис Джонсон отказывался. После того, как случились выборы в декабре, следующая причина, почему не был опубликован этот доклад, говорилось о том, что парламент только собран. Это новое, и мы создаем новые комитеты. И до тех пор, пока новый комитет не одобрит этот репорт, мы не можем его опубликовывать. Но потом мы все знаем, что случился коронавирус, и нам пришлось очень долго ждать. Не буду долго рассказывать эту ситуацию, и только с приходом нового главы этого комитета, который оказался неподвластным Борису Джонсону, как только он пришел, на третий день этот доклад был опубликован. Некоторые имена в нем были закрашены, то есть мы не все это знаем. Но это вопрос русских доноров в консервативную партию. Прости, кого? Люди российские бывшие, ну как не бывшие, они являются британскими подданными, но в свое время они приехали из России, и они являются основными донорами в консервативную партию. Как минимум девять имен. Первое место занимает женщина по фамилии Чернухина, Любовь Чернухина. И везде она пишется как жена бывшего заместителя министра финансов Владимира Чернухина. Субтитры сделал DimaTorzok Она внесла в консервативную партию 2,6 миллионов фунтов стерлингов. Простите, а Чернухин уже был всю жизнь чиновником? Ну это уже другая тема, про которую, если вам будет интересна новость из Лондона, я могу вам рассказать. И консерваторы спокойно это взяли? И не только. И понимаешь, для меня оказалась эта очень интересная история, как изнутри и через деньги, и через политиков на консервативную партию влияли таким образом, что ведущая партия Англии пыталась сохранить вот эту видимость хороших отношений, не делала риск резких движений. Потому что существует бизнес, существует возможность каких-то дальнейших отношений в будущем. А можно назвать еще имена? Хорошо, Чернухин. Окей, его жена Чернухина. Второе место, третье место? Темирко. И здесь тоже очень интересная история. Совсем недавно вышла книга, называется «Люди Путина». Она была издана в Англии. И как раз Кэтрид Делвинг, когда она брала интервью, несколько интервью, наверное, 8 интервью, и он выглядел как раз сторонником Евросоюза. Он был против того, что Англия решила выходить из Евросоюза. Но при этом он был большим сторонником Бориса Джонсона, теперешнего премьер-министра Англии. Мы знаем сторонника Брексита. И здесь такое было какое-то очень странное несоответствие. И делая это интервью, она как раз поняла, что здесь все неоднозначно. И Темирко является тоже очень серьезным донором консервативной партии. Евгений Лебедев, который... Молодой Лебедев, это сын... Александра Лебедева, бывший НРБ. Долго Лебедева, бывший НРБ. Долго Лебедева, бывший НРБ. Вот это всё. bridко look, Bart, безп балла... Борис Джонсон подписал бумагу, в которой Евгений Лебедев становился лордом Палаты лордов. Эта бумага отдана на подпись королеве. Я сейчас не могу сказать, уже она подписана. Стал ли Евгений Лебедев членом Палаты лордов. И это тоже происходит на фоне того, что сами лорды заявили. 800 человек лордов, это очень много для палаты. Достаточно было бы 600, а еще лучше 400. И в это время подписывается список еще из 39 членов. Одним из которых является Евгений Лебедев. Вот эта история, она, мне кажется, показывает многое. Что однозначно сказать, что в России совершаются преступления и на территории России, и за пределами, и что нужно вводить санкции, что нужно принимать очень жесткие меры. Не так-то легко это сделать. Очень интересную историю. Недавно рассказывал Владимир Карамурза, мой коллега, журналист и руководитель фонда Бориса Немцова. Как мы все знаем, он дважды был отравлен. И неизвестно вещество. Один раз было очень поздно, были взяты анализы, и поэтому в них нашли только остатки тяжелых металлов. А второй раз его анализы были очень оперативно доставлены в США его супругой и отданы на анализ ФБР, которая с удовольствием эти анализы забрала. И ФБР отказалась предоставить Владимиру Карамурзе или его представителям, адвокатам, а уж тем более общественности, какие бы то ни было результаты этих анализов. И Владимир Карамурза и его адвокаты подавали в суд. И суд американский, конечно же, встал на сторону Владимира Карамурзы. И в середине октября ФБР обязана будет рассекретить результаты этого анализа. Я думаю, что ФБР извернется. И я не сомневаюсь, что такое может быть и с расследованием здесь, в Германии или в Европе, дела Навального. Ты понимаешь, в чем вся проблема? И даже, наоборот, все плюсы. Вот ты уже как раз подтвердила, что суд все-таки заставил ФБР предоставить эти файлы и как бы расследовать. Потому что судебная система, она существует. Она работает, и никто не имеет права ей сопротивляться. То же самое произошло и в Англии. С делом Александра Литвиненко. Когда были попытки как-то это все увести, но правовая система не дала. Это не состоялся нормальный суд, чтобы в уговоре Ковтун сидели, как обвиняемые в зале суда. Нет. Но мы хотя бы имели возможность увидеть и услышать всю базу доказательств, которые собрали. Преступление против Алексея Навального произошло в России. И как много доказательств того, что там произошло, сможет получить какое-либо другое независимое следствие. То есть в Германии можно что-то инициировать, но как много у них здесь будет возможностей получить всю доказательную какую-то базу. Удивительным образом Россия всегда... Обидно говорить. Россия здесь ни при чем. Российские власти. Российские власти с упорством, достойным лучшего применения, не расследуют ничего. Ни отравления Владимира Карамурзы, который за пять лет, прошедших после последнего отравления, не добился не то, чтобы расследование, даже ответа на адвокатские запросы и вообще, что происходит. И, по чести сказать, по большому счету, не было расследовано, как следует до заказчиков, ни дело об убийстве Бориса Немцова, ни дело об убийстве Анны Политковской, ни дело об отравлении Юрия Щекочихина и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее, ты как человек, который принимал участие, по крайней мере, наблюдал расследование дела об отравлении Александра Литвенко в России, как это было? Вот доблестные, не знаю, там, бобби, сейчас еще так говорят, нет? Английские полицейские готовы сотрудничать с Российским следственным комитетом. Они приезжают... Они приезжали? Они приезжают в Россию и они вообще довольны остались? Что там было? Это, конечно, отдельная история. Было понятно, что информация необходима и из России. И полицейские, которые занимались расследованием этого дела в Англии, я могу сказать, что это был очень серьезный отдел по борьбе с терроризмом. Это Скотланд-Ярд? Это же даже повыше. Ну, это Скотланд-Ярд, но это уже был отдел по борьбе с терроризмом. И эти следователи поехали в Москву в декабре месяце. И это... Какого года? 2006 года, сразу же. Потому что в России заявили, что мы готовы, что мы просто с распахнутыми объятиями готовы сотрудничать. Я хочу сказать, что это все одно и то же, то, что сейчас происходит с Алексеем Навальным. То же самое. Вы дайте нам информацию, давайте мы будем вместе расследовать, мы тоже заинтересованы. Но мало того, что полицейским препятствовали и в ходе, когда они находились в Москве, и при возможности допроса Ковтуна вообще было даже не ясно, был ли это Ковтун или это был кто-то, потому что это был человек на больничной койке, замотанный бинтами, у которого не было лица. Это вот, если кто видел в фильме «Человек без лица», это вот было практически то же самое. Человек-невидимка, да? Да, да, человек-невидимка. И когда они говорили, мы не были уверены, был ли это Ковтун или был ли это кто. Лугового они не смогли вообще тогда опросить, потому что, по-моему, он даже не был в госпитале. В общем, была сплошная какая-то мистификация. Но самое интересное, что все записи, которые они сделали в ходе опроса, и они летели... Видеозаписи. Я думаю, что там были аудиозаписи. И когда они летели обратно, то, не знаю, как это могло случиться, но они же проходили контроль в аэропорту. Мы приехали в Англию, и они проверили, все эти плёнки были пустые. Это было, конечно, очень интересно. И никакой помощи ни в следственном процессе. Я могу сказать одно, что прокуратура приехала весной, в Лондон 2007 года, и ещё тогда не было объявлено, что угол является основным подозреваемым, ещё не было вопроса об его экстрадиции. И они хотели допросить, как они считали, российская прокуратура людей, возможно, участвующих... Не участвующих, но как бы свидетелями этого преступления. Естественно, они хотели Березовского, они хотели Ахмеда Закаева. Все это происходило в российском посольстве. Я отказалась. Я сразу сказала, что я в этом участвовать не буду, потому что я не верю в это расследование. Для Березовского и для Закаева, наверное, это было какой-то роде... Ну, не пиар, а даже, может быть, интерес. И они ходили на эти допросы. Вопросы задавались очень интересные. Они касались личных средств, на что они здесь живут. То есть как бы пытались собирать информацию про этих людей под видом расследования убийства Александра Литвиненко. А напомни, пожалуйста, нашим зрителям, какой версии сейчас придерживаются российский следственный комитет и российские власти? Кто виноват в отравлении Александра Литвиненко? 2018 год. Отравление, попытка отравления Скрипалей. Естественно, моментально приводится дело Литвиненко как фальсификация. Они говорят, мы это уже знаем, я имею в виду российская сторона, мы это проходили уже. И мы знаем, что сейчас захотят обвинить Россию в этом преступлении, но мы-то знаем, что это не так. И то, что была проделана колоссальная работа, то, что прошли публичные слушания, что были доказательства, собраны учеными, то есть это были очень серьезные доказательства, для них это не имело никакого значения. У них была своя версия. Тогда еще прокурор Юрий Чайко откровенно заявил, что у нас своя версия. Александра Литвиненко убил Борис Березовский совместно с МИСИКС. И это вот как бы их однозначная версия. Без какого-либо доказательного основания. И поэтому для меня даже это было все время обидно. Вот англичане показали и это, и это, и как это медики все делали, и как это ученые-ядерщики, как это все находилось. А эти просто сказали, нет. У меня к тебе вот такой вопрос. Начальник твоего мужа, господин Платонов, еще до запрета всем сотрудникам КГБ, ФСБ записывать, а уж тем более публиковать свои воспоминания, успел все-таки выпустить книгу, где очень много упоминал Александр Литвиненко как одного из, в общем, ключевых сотрудников своего подразделения. И как можно понять, видимо, сейчас это подразделение в нынешнем современном ФСБ называется Управление по защите кондиционного строя, и борьбы с терроризмом. А раньше это было такое, как я понимаю, управление по убийствам нежелательных персон. Маленькая правка. Да, Платонов был начальником моего мужа Саши, и даже, кстати, он рекомендовал его в центральный аппарат. И он возглавлял как раз по борьбе с терроризмом. У него было вот другое. И он был таким, я бы сказала бы, реально патриотом. И он очень глубоко верил, что развал Советского Союза произошел исключительно от работы западных спецслужб. И то, что происходит сейчас с Россией, и возможный развал, он тоже произойдет именно из-за спецслужб, которые вот так вот активно воздействуют через различные организации. А вот Хохольков как раз был последним Сашиным начальником, который возглавлял отдел по борьбе, управление по борьбе с организованной преступностью. Это было очень засекреченное подразделение, и оно даже не находилось в центральном здании. И не каждый даже ФСБ тогда понимал, чем они занимаются. Но это как раз оттуда Саша выступил с пресс-конференции и объявил, что это просто отдел по убийству. Когда им давали приказы по тому, что они должны нейтрализовать кого-то, что они должны забрать документы, что они должны украсть кого-то. Ну и последнее задание, которое стало для Саши последней каплей, это было убить Бориса Березовского. После того, как было расследовано все, что после заявления Саши произошло, этот отдел расформировали. Но мы не знаем до конца ни в какой-то другой форме не возник такой же отдел. сейчас под крышей ФСБ. Я напомню о еще одном деле. Часто о нем забывают, они упоминают. А именно об убийстве полевого командира Хаттаба. Это была первая чеченская компания, если не ошибаюсь, первая. Наверное, это была вторая. Вторая. Это был араб, наемник, но такой известный, знаменитый полевой командир, который получил письмо от каких-то доверенных людей, и когда он его читал, оно было отравлено, он погиб, и вместе с ним, как говорили, до 10 человек, которые были вокруг него, все погибли, письмо было отравлено чем-то очень похожим на новичок. И, кстати, опять же, мало кто вспоминает, что было дальше с этим письмом, потому что дальше боевики начали мстить, и они тщательно упаковали письмо и бросили в схрон с оружием, который нашли российские солдаты, и они вскрыли это письмо, вскрыли пакет, и тоже погибли. Это было уже, наверное, после того, как Саша получил заказ на убийство Березовского. После, потому что Сашина история началась в 97-м году. То есть этот отдел, который, видимо, нынешний называется по борьбе с терроризмом, видимо, произошел от этого отдела Платонова-Хохолькова. Ну, опять, Платонов, он ушел в 96-м году, его даже, вернее, ушли. И то, что вот он написал в своей книге по развале Советского Союза, я бы сказала бы, это вот история тех офицеров КГБ, которые искренне верили, что Советский Союз это благо, и развал Советского Союза это было большое горе. А вот Хохольков, который пришел и возглавил отдел по устранению управления по борьбе с образованиями, преступными образованиями, так может быть, он как раз был новая категория сотрудников спецслужб, которые не гнушались убийствами, которые не гнушались нарушениями каких-либо прав, и я думаю, что теперешнее ФСБ во многом состоит из подобных людей. И в 2006 году мы же знаем, что в России был принят закон и утвержден на уровне парламента по уничтожению людей даже за границей, если они считаются террористами, экстремистами, условно, врагами России. И как раз тогда для Саши это был очень серьезный тревожный сигнал, потому что он говорит, они действительно начнут убивать. Но в тот момент, в 2006 году, он был где-то уверен, что Англия все-таки безопасное место, и основными целями для этих людей, которые будут использовать этот закон, станут или Березовский, или Закаев. Но Саша оказался первой жертвой. Я, если честно, обижена Данклю, потому что все-таки хоть мы и нам не за что любить российских пропагандистов, но давайте вспомним кто за ними стоит. Все-таки главные пиарщики российских неприятных и нехороших людей это все-таки англичане, знаменитые английские пиар-агентства. Собственно, больше всех на слуху Кетчу, который вообще пиарит российскую власть, российское правительство. И я думаю, что в том числе и англичане каким-то образом будут задействованы и в пиаре против Алексея Навального, против расследования. Хотя бы давайте вспомним, что все-таки пиарщики у Романа Абрамовича, например, бог с ним, с Романом Абрамовичем, Алишер Усманов. Тьфу на тебя, Алексей Навальный, автор знаменитого мема. Все-таки он тоже, во-первых, известный житель Великобритании и, во-вторых, мощный клиент именно британского пиар-агентства. Напомню, как называется? Одно из них Фенсбурри. Фенсбурри. Фенсбурри, да. И именно с этим агентством был связан последний скандал с Википедией про Алишера Усманова. Что там было? Ну, когда Алишер Усманов делал свою большую сделку на лондонской бирже, когда они выставляли акции Мегафона, это агентство начало активно выбеливать не самые приятные страницы биографии Алишера Усманова, во всяком случае, о том, что он сидел в тюрьме в своей молодости в Узбекистане. И, когда это стало известно, то разразился скандал, и этому пиар-агентству пришлось даже публично извиняться, что ни в коем случае это клиент, интересы которого они представляют, попросил это сделать, что это была исключительно их инициатива. Но я могу сказать больше, что как раз очень много русских людей с большими деньгами, которые приезжают в Англию, которые хотят себе создать правильный имидж, они пользуются услугами этих пиар-агентств. Естественно, эти агентства получают очень большие гонорары, и они себя ведут настолько агрессивно, что журналистам, которые пытаются, английским журналистам, которые пытаются написать какую-то правду в газете, достается очень серьезно, потому что сейчас такое существует право вмешательства в личную жизнь. И если ты можешь доказать это в суде, что журналист вмешивается в твою личную жизнь, то журналист может пострадать, а информацию, которую они хотят донести, ее никогда люди не увидят. И это делают английские пиар-агентства. Вот еще и за это мы ценим Алексея Навального. Я очень скучаю по нему, именно как по разоблачителю, мне его страшно не хватает. Большая образовалась дырка в информационном пространстве, которая ничем не заполняется, не говоря уже о том, что это огромная брешь в пространстве политическом. Несмотря на то, что его очень многие обвиняли в каком-то автократности, что он очень такой индивидуальный, он все-таки воспитал вокруг себя людей, которые способны работать и даже без него. И я думаю, это очень важно, что они не остановились. То есть Алексей сумел заложить вот эти основы и дай бог оно вот сейчас сработает. А ему и Юли это просто силы здоровья. Рано или поздно, как это было с делом Литвиненко, ты смогла, ты добилась. Не русский суд, не российский суд, к сожалению, но британский суд. Ты знаешь, я хочу сказать, что все это не зря. И дело Юрия Щекочихина, и дело Анны Политковской, Бориса Немцова, Владимира Крамурзы, и еще, может быть, даже кого-то мы не знаем, Саша Литвиненко. Это все камни, очень серьезный фундамент. процесса. Вот я считаю, что должен быть процесс, такой же, как несостоявшийся московский процесс, когда деятельность коммунистической партии не была осуждена, и мы имеем то, что мы имеем. Мы продолжаем говорить о том, что Сталин это лучший менеджер, самый эффективный менеджер. мы давай вычеркнем. Кто-то говорит. Да, давай так. Да, в России я все-таки продолжаю себя ассоциировать. Конечно. И то же самое должно произойти процесс с осуждением. То, что случилось с людьми, еще раз, многими неназванными, и это должно быть осуждено. Это не должно быть забыто. И если это не случилось сейчас, по каждому делу, оно случится в общем. И это будет начало новой России. Я верю в это. Мы оптимисты, все-таки, несмотря ни на что. Спасибо, Марин. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok